Артур Фриман Когнитивно-поведенческая терапия и методологического подхода к психотерапии в целом Андрею Владимировичу Курпатову, известному врачу-психотерапевту и президенту высшей школы методологии Позвольте поприветствовать Дамы и господа, добрый день, участники съезда, коллеги Думаю, большинство из вас знает меня как популяризатора психотерапии Доктора Курпатова, автора программы на Первом канале Может быть, кто-то читал мои популярные книжки по психотерапии А есть и для меня это очень приятно, потому что сейчас была у вас такая встреча Те, кто знают руководство по системно-поведенческой психотерапии Это достаточно серьезная и, мне кажется, очень полезная работа В которой наш американско-российский коллега изложил нам Как он видит в себе значение нашей физиологии, ее вклад Но я вам должен сказать, что все это, конечно, значительно серьезнее Потому что если вы посмотрите рефлексы головного мозга Сеченова То вы поймете, что вся когнитивно-поведенческая психотерапия там уже прекрасно находится И наше счастье стоит в том, что сейчас эти замечательные исследования Концепта поведения Сеченова Концепт динамического стереотипа О котором нам тоже рассказывают, называют это схемами Вообще, это динамическая стереотипия Исследованная, научно доказанная К счастью, никакой охранник не входил и не помогал Ивану Петровичу Прийти к откровению по поводу того, что такое условные рефлексы И динамические стереотипы Знание этих фундаментальных работ показывает Что мы имеем хорошую доказательную базу Третий, безусловный, лидер, который мы должны понимать И который пока здесь не был упомянут Это Алексей Алексеевич Ухтомский Потому что его концепция, его учение о доминанте Это вот как раз динамический аспект техсхем, о которой говорит Фридман Это динамический аспект динамической стереотипи Ивана Петровича Павлова И четвертый, наш соотечественник, великий ученый Настоящий гений Лев Семенович Выгодский И мы должны понимать основную драматургию Потому что все пользуются словами, играют в них И не всегда понимают, о чем идет речь Собственно говоря, Выгодский первым попытался ухватить Самую сложную материю, про которую я сегодня Коснусь, материи мышления О тех фактических значениях Которые определяют наше с Вами состояние Наше поведение Наше решение Наши мысли Потому что вербальный компонент Лишь вторичный Да, значит, ну Должен Вам сказать, что я сейчас уже не занимаюсь психотерапией Хотя продолжаю преподавать В рамках высшей школы методологии Мы проводим соответствующие занятия Но у меня действительно большой опыт Часть научных работ Мне очень приятно это отметить в этой аудитории Еще в начале пути Первая, на самом деле, работа по системно-поведенческой психотерапии Опубликованная в сборнике научных работ Одной из конференций в Петербурге Была написана нами вместе С Дмитрием Викторовичем Ковпаком И мы, собственно говоря, эту традицию продолжаем сейчас В высшей школе методологии, которой я руковожу Вот, может быть, кто-то уже видел Вот, может быть, кому-то будет интересно В будущем мы проводим Открытые такие встречи Круглые столы И обсуждаем нынешнее состояние И актуальные вопросы Когнитивно-поведенческой психотерапии Дело происходит в интеллектуальном кластере Игра разума Это такой большой научно-просветительский комплекс Который я открыл В Петербурге На улице Достоевского, 19-21 Там у нас много работает всяких разных лекторий В гуманитарной лектории Александрийской библиотеки На очень популярной лектории Зануда Вот, есть высшая школа методологии Которую, собственно говоря, я и руковожу Главный вопрос, который является сейчас Мне кажется, краеугольным камнем О котором мы должны начать задумываться И что является главной исследовательской целью Мишенью высшей школы методологии Это методология мышления Если говорить в общем То методология мышления Ставит перед собой В общем, крайне амбициозную задачу Мы хотим ухватить феномен мышления Понять, какова его природа и механизмы Как известно, в психологической науке До сих пор этот вопрос не решен Забавно, что это не решены философии сознания Это мощнейшее направление современной философии Казалось бы, такая очевидная вещь Все, с чем мы имеем дело, дано нам через мышление Вообще, все, что мы имеем в себе, есть мышление И мы не знаем, что это за феномен Поэтому мы пытаемся ответить на вопросы И этому посвящены наши методологические семинары Семинары по практической методологии Четыре монографии, которые я подготовил Методология мышления Что такое мышление Пространство мышления И что такое реальность Итак, мы отвечаем на вопросы Какова механика процессов мышления Если сказать проще Что и как в нас мыслит Каким образом мы строим свои модели реальности И как реальность соотносится с нашими представлениями о ней И, наконец, как добиться эффективности мышления Как вы можете заметить Все эти вопросы не являются психотерапевтическими Поскольку психотерапия исходит из проблем клиента Это один вариант, да Или от конкретной нозологии Если мы все-таки Тут, наверное, есть психиатры Которые понимают, что это другой подход Значит, то, что касается наших исследований Мы исходим из самого процесса мышления И должен сказать, что исходим весьма практически Таким образом, мой доклад здесь Это скорее вопрос, обращенный к съезду Вопрос, продиктованный новейшими исследованиями В области нейрофизиологии, когнестивистики Социальной психологии И основанный на понимании того, что мышление Если говорить о нем как о конкретном психическом феномене Является ключевым вопросом нашей деятельности И не случайно я решил озвучить эту тему Именно здесь, в данной аудитории Когнитивно-поведенческая психотерапия Которая имеет самое непосредственное отношение Безусловно, является наиболее эффективным инструментом В работе практикующего психолога и психотерапевта Это доказано многочисленными исследованиями Однако мы не можем отрицать того факта Что теоретический фундамент, на котором основывается Когнитивно-поведенческая психотерапия Не соответствует статусу научной дисциплины Все мы знаем, с какой материи имеет дело Физика, химия или, например, биология Но с какой материи имеет дело Когнитивно-поведенческий психотерапевт Задумывались и когда-то об этом Какими фундаментальными законами описывается эта материя С которой мы взаимодействуем Каковы ее характеристики В действительности мы имеем набор Эмпирически обнаруженных закономерностей Хороших, эффективных, работающих От знаменитой триады депрессивной Бека АБЦ-формулы Элиса и так далее Эти закономерности, в свою очередь, были обнаружены Исследователями на основе естественного научного мировоззрения Это тоже факт Да, у нас с вами есть определенное мировоззрение Некий способ думать о психике Используя концепты условного рефлекса Психическая перцепция, психофизиология эмоций Психология сознания и так далее Мы это мировоззрение исповедуем Работаем с нашими пациентами Глядя на них через соответствующую научно-естественную призму И выявляем некий набор психотерапевтических инструментов Техник Которые позволяют нам достигать прогресса в терапии Но это, прошу прощения, не наука Это очень сложное, красивое, интеллектуальное ремесло Мы можем сбиться с пути И обнаружить себя не там, где мы должны были бы оказаться Когда у нас нету строгого научного методологического фундамента И мы действительно сбиваемся И сейчас я расскажу вам Как я вижу две проблемы, которые мы сейчас имеем В психологии со времен Выгодского модно говорить о кризисе Он тогда написал знаменитую статью о кризисе в психологии С тех пор кризис, по-моему, не прекращался Да, ну, видимо, это разные этапы Итак, два аспекта, которые мне кажутся чрезвычайно важными И создающими кризис для когнитивно-поведенческой психотерапии Первое направление – это новое, если так можно выразиться Интегративность когнитивно-поведенческой психотерапии А именно придание чрезвычайно большого значения Различным практикам осознанности В рамках работы когнитивно-поведенческого психотерапевта Второе направление – это, и это, конечно, меня шокирует Но я буду держать себя в руках и попытаться интеллигентно, так сказать, об этом говорить Это катастрофическое игнорирование современных нейрофизиологических исследований Которые разъясняют суть когнитивных операций, с которыми мы имеем дело Мы постоянно говорим про когниции Последние 20 лет – это революция в области понимания того Как эти когниции в нашем мозгу производятся И мы об этом совершенно никак не интегрируем это в свою практику Но начну я, собственно говоря, со второго Значит, ну, это очень большая тема, поэтому я скажу только про узловые вещи Значит, ну, мне кажется, что когнитивно-поведенческие психотерапевты Больше не могут игнорировать исследования Бенджамина Либбета Я прошу прощения, это 73-й год Значит, ну, сейчас то, что касалось, в общем, просто наивной какой-то странной истории с проводами Про свободу воли С помощью функциональной магнитно-резонансной томографии Исследования проведены в разных учреждениях Ну, одно из самых таких ярких В Институте нейрофизиологии и когнитивной психологии Имени Макса Планка в Лейпциге Мы знаем, что решение принимается нами на досознательном уровне Причем за 7, а то и за 10 секунд до того, как оно нами будет осознано Но нельзя не пересмотреть традиционные подходы когнитивно-поведенческой психотерапии Понимая, что решения, которые мы с вами принимаем, принимаются досознательно 7-10 секунд Вы просто задумаетесь в этот временной лаг Ваш мозг уже принял решение Это прекрасно видно на функциональной магнитно-резонансной томографии И после этого, через 7 секунд, ваше сознание говорит А не сделать ли мне вот это? Наша теория требует существенного пересмотра Мы должны наконец признать, что сознательные решения человека По существу являются результатом неосознаваемых им доминантов Если использовать терминологию Алексея Алексеевича Ухтомского Пациент не думает иррационально Его поведение, поведение его нервных центров иррационально А обсуждая его рациональные установки Мы имеем дело только с его объяснениями его уже присутствующей рациональности Таким образом, основной точкой приложения наших усилий Должны быть не просто иррациональные установки А те внутренние состояния, доминанты Которые за этими иррациональными установками прячутся Только изменив эту внутреннюю ситуацию Отношение этих доминант в мозгу нашего пациента Мы можем рассчитывать на результат Следующая поразительная вещь Как показывают исследования Стивена Пинкера, Джорджа Локофа Это знаменитые ученики Мама Хомского И ученики-отступники Сам язык, которым мы пользуемся Не отражает нашего действительного внутреннего содержания Он только описывает это внутреннее содержание А потому эффект понимания возникает только в том случае, когда мы находим подходящие аналогии для тех мыслей, которые мы пытаемся передать другому человеку Задумайтесь об этом С одной стороны, это ставит под сомнение многие психотерапевтические техники КПТ С другой стороны, заставляет нас самих задуматься А что же такое понимание, которого мы пытаемся добиться от нашего пациента Если оно невыразимо в словах И не может быть передано от одного человека другому традиционными языковыми средствами Ответ на этот вопрос все-таки обнаруживается Если как следует приглядеться к современным нейрофизиологическим исследованиям Одна из базовых гипотез, которые мы активно разрабатываем в рамках методологии мышления Заключается в том, что ответственной за это подсознательное мышление На котором, кстати, последние работы замечательные Ричарда Низбета Рассказывают очень подробно Он показывает, как это работает Является так называемая дефолт-система мозга Открытие дефолт-системы мозга событий всего лишь двух последних десятилетий Первая гипотеза, принадлежащая Гордону Шульману Была сформулирована в 1997 году Собственно, само название дефолт-системы мозга Более-менее подробная теория появилась в 2001 году Стараниями Маркуса Рейчела и его команды К настоящему времени количество исследований по данной теме перевалило уже далеко за 10 тысяч Это действительно совершенно новое открытие в нейрофизиологии, психологии, в науке о человеке Исследования, проведенные с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии Показали В случае, когда наше внимание не сконцентрировано на решении какой-то конкретной задачи В мозгу самопроизвольно активизируются чрезвычайно обширные корковые пространства Когда вы сознательно не решаете какую-то задачу, ваш мозг включает огромные поля прямо корковых отделов Туда входит медиальная префронтальная кора, поясная извилина, клиновидная извилина, теменная доля Огромные пространства И именно они, судя по всему, обеспечивают процесс нашего, так можно сказать, внутреннего говорения Мы, если мы не сконцентрированы на решении вот такой узкой задачи Ведем внутри себя постоянный внутренний диалог Не вполне, впрочем, осознанный Мы слышим внутри себя какие-то обрывки, ошметки, какие-то мысли, разговоры и так далее Мы думаем о каких-то ситуациях из нашей жизни Переживаем состояние так называемой мысленной жвачки Мы постоянно прокручиваем в голове свои отношения с другими людьми Там же, в этой дефолт-системе мозга гнездятся И наши представления о том, как мы выглядим в глазах окружающих Как они к нам относятся Все наши катастрофические прогнозы и так далее Вам ничто не напоминает жалобы наших клиентов? Именно эти когнитивные комплексы Организованы здесь по принципу сложных нарративов Это тоже уже доказанный факт И являются, судя по всему, теми действительными силами Если говорить, используя метафору Выгодского Вот этими облаками мысли Которые проливаются затем нашим клиентам На психолога, психотерапевта Дождем этих иррациональных слов Наивно думать, что собрав этот дождь в какой-то условный тазик Мы сможем неким существенным образом повлиять на облако На ту самую дефолт-систему мозга Которая продолжает и продолжает продуцировать соответствующую вербальную жидкость Тактика должна быть умнее и хитрее Если мы действительно хотим добиться желаемого эффекта Впрочем, именно поэтому так эффективны Техники осознанности Я не оговорился Очень эффективны О которых говорят представители третьей волны Когнитивно-поведенческой психотерапии Ведь, как показали исследования Все те же самые Функциональной магнитно-резонансной томографии На сей раз проведенные Норманом Фарбом Это событие 2007 года Именно медитация и различные техники осознанности Позволяют нам заставить дефолт-систему замолчать Таким образом, есть два способа Каким мы можем прекратить это То, что называется автоматическими мыслями Верования, убеждениями Внутриними диалогами Депрессивными мыслями И так далее Или когда мы на чем-то сильно сосредоточены Вынуждены Или когда мы переключаемся На перцептивные раздражители По сути дела, медитируя Это два способа остановить горение Этих огромных пространств Корковых, про которые я вам говорил Но заставить дефолт-систему замолчать И научить ее говорить то, что нужно Чтобы поведение человека стало действительно Осознанным, разумным Здравым, рациональным, адаптивным Это не одно и то же Но именно в этом, как мне представляется И состоит подлинная задача Когнитивно-поведенческой психотерапии Однако, вместо того, чтобы заняться этим Своим прямым делом Отвечающим букве и духу КПТ Когнитивно-поведенческие психотерапевты Подались общему тренду Этого нового лайфстайла Вместо того, чтобы быть действительно Когнитивными Они все больше и больше становятся Персептивно-медитативными Следуя заветам Фредерика Пёрза Психосинтеза, буддизма и так далее Как вы могли заметить Я перешел уже ко второй проблеме Речь идет о том, что мы рискуем Выплеснуть с осознанностью И когнитивность Лежавшую до сих пор В основе когнитивно-поведенческой психотерапии Совершенно очевидно, что в рамках своей психотерапевтической деятельности Мы должны использовать все работающие методики Так, в руководстве по системам поведенческой психотерапии О которой я уже упоминал И написал еще в начале 2000-х Техникам осознанности отведен целый раздел Называется перцептивное поведение Теперь мы даже знаем Каков нейрофизиологический фундамент Благодаря ФАРБО Обеспечивая эффективность этих техник В коррекции психоэмоционального состояния человека Однако когнитивно-поведенческая психотерапия Исторически И совершенно, на мой взгляд, оправданно Строила свою Можно так сказать Идентичность На рассудочности На идее мышления как такового Да, это непростой путь Особенно, если мы понимаем Чрезвычайно Сложную, запутанную Структуру этих нейрофизиологических процессов мышления Прежде всего, я имею в виду Феномен расщепленного мозга Открытый Маклом Газанинга В которых он выявил Специфическую объяснительную функцию Той части левого полушария Которую Пенфилл в свое время Назвал интерпретаративной корой Именно она отвечает за создание Иррациональных убеждений С помощью которых мы объясняем себе Наши иррациональные действия С другой стороны Стоит ли нам отказываться от когнитивности И сломя голову Бежать к медитативной осознанности Лишь потому, что этот путь сложен И требует определенных усилий В конце концов Осознанность, как я уже сказал Может лишь заставить проблему Наших пациентов замолчать Мы не можем эту проблему решить Я понимаю, как мне кажется Внутренние причины По которым техники осознанности Даже в когнитивно-поведенческой психотерапии Пользуются сейчас такой популярностью Мы с вами входим в новую эпоху В новое время Современный человек Меняется Потому что кардинальным образом Изменилась сама структура Информационной среды В которой мы себя обнаруживаем Мы, кажется, уже безвозвратно Перешли от эпохи Иерархически организованного общества От эпохи текстов От эпохи рациональности Мы оказались в эпохе В эпоху личных мнений Ничем не подкрепленных Кроме глупоуверенности Тех, кто их безапелляционно Высказывает в фейсбук Коротким мыслям из твиттер Роликам на ютуб И картинкам в инстаграме К безостановочному Информационному потреблению Как показывают наши исследования Подобная информационная среда Создает специфический Психологический феномен Который мы называем Информационной псевдодебильностью Последнее развивается У человека нашего времени Не потому, что у него есть Какие-то органические поражения Мозга, которые не дают ему думать Информационная псевдодебильность Развивается у нас По причине того, что мы Вынуждены постоянно Заниматься информационным потреблением Буквально не имеем Времени на то, чтобы думать Мышление и потребление информации Это два разных процесса Если мы лишь потребляем информацию Мы перестаем тренировать Наше мышление Мы тренируем лишь навыки Распознавания образов Которые мы обнаруживаем Во внешней среде А она сейчас полна этими образами Но не навыки оперирования Этими образами В целях создания сложных карт реальности Которые нам необходимы Для точности наших действий в ней Проще говоря Мы уже получили И дальше будем Получать цивилизацию глупых Современный человек Хорошо информирован Он много знает Умеет пользоваться интернетом Социальными сетями Википедией Но совершенно не способен К самостоятельному Строгому Сложному И критическому мышлению И мы можем сдаться Когнитивно-поведенческие психотерапевты Могут сдаться Предложить такому пациенту Осознанность И надеяться Что он этим удовлетворится К сожалению Я должен высказать Обоснованное сомнение Что этим дело Не закончится И по крайней мере Закончится нехорошо Когда человек теряет Способность к критическому мышлению Психотерапевт Утрачивает способность Воздействовать На дефолт систему Мозга человека Апеллировать к ней А это значит Что все наши Когнитивно-поведенческие Технологии Оказываются под угрозой Он просто не будет Понимать Что мы от него хотим Нам придется Все дальше и дальше Примитивизировать Свои инструменты При такой стратегии Учитывая указанные тенденции Когнитивно-поведенческим Психотерапевтам Кроме медитации Ничего скоро и не останется Ну еще можно будет Одеть на себя Видимо буддийский Какой-то валахон И тогда уже Совсем завершить Так сказать гештальт И если мы хотим Сохранить Когнитивно-поведенческую Психотерапию А нам нужно ее Не только сохранять Но и радикально Совершенствовать Основываясь на достижениях Современной нейрофизиологии Когнестивистики Социальной психологии Нам необходимо На основании Этих фундаментальных Исследований Настойчиво Работать на создании Мужи четвертой волны Когнитивно-поведенческой Психотерапии Это не просто А давайте еще Подумаем про нейронауки Мы должны Посмотреть фактом В лицо Увидеть Что эти науки Говорят Что очень долгое время Мы с вами Радикально заблуждались Но это не значит Что мы не должны Апеллировать К сознательному Когнитивному Ну что Надеюсь Мое выступление И представленные В нем соображения Покажутся вам Интересными Совместными усилиями Я надеюсь Что Когнитивно-поведенческая Психотерапия В лице Дмитрия Викторовича Например Который активно Участвует В деятельности Высшей школы И наши работы Которые мы проводим По методологии мышления Покажут нам Новый путь На уровень Путь на новый уровень Развития И как я надеюсь Мне удалось Показать Не только Вот проблем Собственно Когнитивно-поведенческой Психотерапии Которые мы имеем Но и цивилизационный Аспект Послушайте Мы с вами работаем С людьми Людей Производит Среда Среда Которая Производит Людей Информационная Структура Этой среды Изменилась Неужели Вы думаете Что техники Технологии И идеи Которые помогали Вам Справляться С человеком Из другого Времени Создавались Человеком С другим Мозгом Будут Работать В новом Времени Уже через 5-6 лет К вам на прием Начнут приходить Молодые люди Которые Смотрят Видео И играют В игры Круглосуточно С годовалого Возраста А то и раньше Если вы думаете Что их мышление Их способность Принятия решений Работа Их Дефолт Системы Будет Такая Как у Человека Который Воспитывался В среде С деревянными Игрушками И сейчас Я говорю О них В хорошем В смысле Вы Заблуждаетесь Мы находимся В зоне Риска Турбуленции Огромной Волны Которая Идет На нас И если Мы лишимся Этого Внутреннего Настроя Который Отличает Когнитивно Поведенческих Психотерапевтов Все-таки Апеллировать К разуму Каким бы Хилым Неловким Постоянно Ошибающимся Он не был У человека Разумного То я не знаю Кто будет Этому Противостоять Поэтому Я очень Надеюсь На То что Это Работа Съезда И вашей Дальше Организации Ассоциации Будет продолжаться С пониманием Сложности И драматичности Времени В который мы входим Спасибо вам большое За внимание Жем и коллеги Вопросы Есть Анатолий Лавин А вот Контекс Вашей Исследовательской Работы Как вы Относитесь Как вы Относитесь К Психогенетике Она Какое-то Есть Спасение Нашему Обществу Или В общем-то Мы так Идем Печально И уверенно Психогенетика Умереть В 23 года И очистить Так сказать Землю От своего От своей Слабого Генома Не способного Противостоять Инфекции Аутоиммунным Вот Патоморфоз Что не надо Не надо Понимаете Не к радикальным мерам Призываю А пытаюсь Просто Чтобы мы Понимали Риски Вот И Риски Будут В этом Смысле Только Увеличиваться Потому Что Это Свойственно Для При накоплении Дальше Идут Критические Критическая Масса Накапливается Это Приводит К Нехорошим Последствиям Поэтому Нас Это Еще Ждет Вторая Вещь Вот Я Говорил Про Информационное Потребление Да Которое Действительно Просто Превращает Нас В умных Глупых Но Здесь Нужно Понять Что Наше Сращивание С Технологиями Значительно Более С новыми Технологиями Значительно Более Радикальные Вещи Мы могли Думать Раньше Понимаете Вот Сейчас Все Радуются Что Сейчас Можно Просто Поднести Телефон И заплатить За С помощью Apple Pay За что-то На свете А еще Через Какое-то Время Нам Предложат Вживить Просто Чип Это Случится Я думаю В ближайшие 6-8 лет Которые Позволят Нам Решать Огромное Количество Задач Совершенно По этому Поводу Не задумываясь Пугает Меня Неналичие Чипа И то Что Это Будет Такое Государство В котором Всех Посчитают И дальше Будут Управлять По технологиям Бигдата Что Несомненно Будет Происходить Может Это Будет Не Государство А Транснациональные Компании Не так Важно Кто Нами Будет Руководить Проблема Состоян В том Что Мы Действительно Откажем Ситу Когда Все Наши Потребности Могут Удовлетворяться Моментально Понимаете Вот Вы Что-то Захотели Оно Сразу Организуется Вам Что-то Надо Оно Сразу Появляется Мышление Не Имеет Сложностей Выгодский Говорил Мышление Начинается Там Где Мы Наталкиваемся На Препятствия Сейчас Мы Все Меньше И Меньше Экономика Работает Таким Образом Чтобы Улучшить Услуги Таким Образом Чтобы Не мешали Это Вроде бы Субъективно Хорошо Но Мышление Это Не Тренируется Это Как Экзоскелет Понимаете Вы Себя Поместите В экзоскелет Что Случится С вашей Мышечной Массой Через Годик Другой А Что Случится С нашими Когнициями Дмитрий Викторович Работали В Клинике Неврозов Имени Павлова В свое Время Сколько Уже Уже 20 лет Назад Была Такая Шутка У пациента Есть Когниция Или У пациента Нет Когниции Можно Хоть Что-то Добиться В рамках Психотерапевтического Процесса Или Не на что Рассчитывать Проблема Состоит В том Что Чем Дальше Тем Больше У нас Будет Конструкция Что Эти Мозги Потенциально Могут Иметь Когниции Но Они Не Натренировались Им Не Поставили Ну Условия Понимаете Любая Как Вот Дарят Павлова И собаку Вот Это Вот Дмитрий Викторович Такая Как Это Бистория У меня Тоже Есть Такой Бюст Древний Самый Еще Прижизненный Его Вот Мэти Вот Это Очень Хорошее Изображение И Тот И Другой Человек Надрессирован То есть Животное И Павлов И Собака Сидит При нем Не кусается Ее Дрессировали Нас Тоже Нужно Дрессировать Наше Мышление Нужно Воспитывать Тренировать Усложнять А мы Все Что делаем Сейчас Нашей Цивилизацией Мы Его Уплощаем Все Можно Каждый Может Высказаться Понимаете Любую Глупость Можно Сказать И Пожалуйста Ему Еще Кто-нибудь Поставит Лайк Да Раньше Там Нужно Было Изобретать Жетонные Системы Понимаете Там Наши Все Так Отцы Основатели Психологической Науки Думали Как Подкреплением Заниматься Там И так далее А сейчас Делаешь Глупость И тебе Раз Раз Лайк 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 И все Ты счастливый Довольный Подкрепляется Идиотизм Это Существенно А что Вы думаете Если это Начинает В массовом Порядке И дальше Мы понимаем Что такое Культурно Историческая Теория Льва Семеновича Выгодского Да Все Короче говоря Дело Плохо Михаил Михайлович Вот Вы несколько раз Так Употребили Такие фразы Поведение Нервных Центров Исходно Иррационально Повлиять Еще Еще раз Поведение Нервных Центров Исходно Иррационально Вы сегодня Сказали Так Не Исходно Слово Исходно Не использовал Точно Просто Поведение Нервных Центров Иррационально Да Может быть Иррационально Это Первый вопрос Что такое Поведение Нервных Центров Второе Ну будет Объединяющий вопрос нужно повлиять на ту или иную систему мозга и так далее так далее так мы с чем работаем таки с психикой или с мозгом по этому поводу написал монографию считаю что иван я тоже монографию рассказывать не надо иван михаил сеченов нам очень четко показал что когда мы говорим о мозговой активности мы говорим о поведении и мы говорим о психике это три вещи которые в действительности являются синонимами просто в зависимости от опыт каким углом мы это смотрим если мы говорим просто про нервную деятельность про мозговую да мы понимаем что мы имеем соответствующие их можно назвать как угодно нервные доминанты нейронные ансамбли динамические стереотипы я не знаю корковые колонки и так далее можем назвать ли мы понимаем что там есть и есть естественный нервный процесс объединяющий соответствующие нервные клетки в соответствующие нервные дальше их можно назвать центрами доминантами интеллектуальными объектами любыми другими словами что все это является на самом деле нашим поведением мы это по наивности думаем что поведение это то что мы сознательно на себя производим действительности вы сейчас каждый находится на своем месте производит огромное количество поведенческих действий поддерживаете тело в пространстве это отвечает вы знаете где вы находитесь за каждую из этих функций которые вы осуществляете здесь сейчас постоянно воспринимаете меня там затылочных далее формируете зрительный образ прошифровываете то что я говорю я же просто колеблю воздух а вы каким-то образом умудряетесь производить из этого смысл количество работы которые ваш мозг осуществляет перманентно в огромных количествах постоянно невероятно мы просто не осознаем это мы видим то что мы видим и не не обращаем внимание на ту колоссальную работу которую производит и это вся работа есть вы вся и все что мы знаем благодаря с нейрофизиологии с работой с пациентами которые пережили те или иные поражения тех или иных зон мозга понимаете вы же можно раз и локально лишить вас ощущение того что ваши действия это ваше сейчас мозг решает задачу можно это вы реплику еще сейчас я я просто веду туда дума мысль и нужно понимать что когда мы пытаемся вот что-то говорить про личность про наши какие-то вот структуры мы же очень любим все это по построить на самом деле мы просто придумываем описательные модели в которой мы попытаемся вложить наш когнитивный контекст нам наша культура рассказала про личность представьте что мы живем в культуре в которой не было этого слова есть племена в которых нет например слова время в амазонии они к ложатся спать они думают что они умирают утром просыпаются с друг другом знакомиться просто отсутствие концепта времени существеннейшим образом меняет то как они будут организовывать всю свою действительность мы в этом смысле заложники тех концептов исторических культурных которыми мы пользуемся и это ну чрезвычайно существенно мы должны пересмотреть мы должны понять что все что все как мы пытаемся себя объяснять это чушь есть просто мозг который генерит определенные паттерны поведения определенные нервные центры создает определенные нейронные комплексы и мы с ними имеем дело да есть сигналы сигналов иван петрович павлов слава богу нам это объяснил это значит что есть одни нервные центры нейронные комплексы которые ассоциативно связаны с другими нервными центрами нейронными комплексами и позволяют нам использовать эти сигналы сигналов для того чтобы воздействовать на пускать сигналы для того чтобы воздействовать на наши собственные внутренние состояния на другие нейронные комплексы все что мы делаем мы играем в игру между разными нейронными комплексами нейронными центрами доминантами нейронными ансамблями критикальными колонками неважно как мы назовем важно понять что мы Мы сейчас пережили, благодаря психоанализу, мы пережили первый удар по личности и по культуре, потому что именно психоанализ Фрейд дал это четкое понимание того, что то, что нам кажется разумной, сознательной жизнью является, по сути дела, выдумкой, находящейся над поведением действительным. Но сейчас мы видим это в другом ключе, мы это видим уже без… нам не нужна для этого сложная метафора отношений бессознательного, различных комплексов и так далее, переживаний и прочее. Мы можем это без метафоры понять, просто наше сознание иллюзорное. Если можно последний вопрос. На три фразы говорить, это доказанный факт, это доказанный факт, это абсолютно не доказанные факты, для меня абсолютно не доказанные факты. Какой из фактов, которые привел не доказанный? Все, что касается нейрофизиологии, я считаю Сечина в глубочайшее заблуждение, Павлов в глубочайшее заблуждение. И вообще, когда мы говорим о психике… Они высказывали гипотезу, Михаил Михайлович. Можно я договорю? Сейчас есть доказательства. Договорю, можно? Давайте, конечно. Я считаю, что мы работаем с психикой, а не с мозгом. Наша речь перегружена штампами. Кто-то говорит, мне пришло в голову, а приходит не в голову, а на ум. У кого-то плохо с нервами, а это плохо не с нервами. Нервы – это просто проводники. У кого-то расстроены или как-то себя не так ведут нервные центры. Нервные центры вести себя никак не могут. Вести себя может только личность. А информация в соответствии с современной академической наукой общепризнана нематериальна. Поэтому искать психику в центрах где-то еще без толку. Это, как говорят психиатры, сколько радио не разбираешь, музыки в нем не найдешь. Можешь хоть на части, хоть на винтики, хоть распилить и так далее. И еще самое интересное, что информация в природе не существует, а появляется только тогда, когда есть субъект восприятия. Если никто не слышит, что говорит Андрей Владимирович, никакой информации нет. Вот в чем суть. Это принципиально другая позиция. И мы работаем. Это мои представления, моя гипотеза. Я ее очень люблю, но всегда говорю, гипотеза с психикой, но не с мозгом. Ну вот, а я буду с вами спорить. Конечно. Потому что информация, конечно... В этом-то вещь интересная, если можно... Потому что это фактическое отношение. Сейчас совершить вопросы, иначе мы не уложимся, к сожалению, в наш регламент. Мы и так из него сильно выбиваемся. Но в любом случае, это будет хороший повод для следующих наших встреч, дискуссий. И уже определилась тема. Вы видите, насколько она серьезна, активна и глубока. Позвольте, Андрей Владимирович, вручить вам карту почетного члена нашей ассоциации. Хоть вы и отошли сейчас от активной терапевтической деятельности, но вы видите, что оказываете на нее влияние не только как голос Эриксона, который остается с нами, но и как новые веяния в методологии, в науке. И я уверен, что это тоже новое слово отзовется четвертой волной когнитивно-поведенческой. Будем надеяться. Спасибо большое. Мне это очень приятно. Мне дали Павлова с собакой. Уже упоминавшись, Иван Петрович. С культурой. С почетной грамотой. За вклад в развитие и отечественной когнитивно-поведенческой терапии в том числе. Спасибо большое. Мне очень приятна такая оценка. Я, к сожалению, сейчас идет книжный форум, и я представляю там свою новую книгу «Красная таблетка. Книга для интеллектуального меньшинства», в которой я показываю, что думает в нас мозг. Предупреждаю там все, кто готовы чем-либо оскорбиться, не читайте эту книгу. И там только доказаны научные факты, потому что, к счастью, последние 20 лет – это действительно триумф науки о мозге. Игнорировать его было бы ошибкой. Спасибо вам большое за внимание. Как раз будет параллельно Артур Фриман и Андрей Курпатов в двух таких плоскостях обсуждать эти актуальные вопросы на книжном форуме. Так что повезет тем, кто там тоже будет находиться.